Девушки отдыхают Срочно сообщите ближайшему дружиннику Роя Славься, Рой! Славься, Рой! Подписывайся на телеграм-канал Роя И узнавай о всех новых активностях Скидки, новости, публичные казни и конкурсы Славься, Рой! Ага, ага Как говорится, на Рой надейся, а сам не плашай Поняли, да? Хорошо, извините Вы вызывали меня унтершершень? Вообще-то, теперь старший унтершершень А ведь всего три месяца назад я был обычным продавцом микроволновок Слава Рою! Рою слава! Ха, чувство юмора! Вот за это мы тебя и ценим А еще за твои инновационные идеи Такие как комната пыток Эээ, я предлагал комнату отдыха для работников Ха-ха, отдых! Снова шутка! Кстати, ты закончил агитационный ролик? Ага Почему я работаю на фабрике Роя? Потому что я уверен Рой строит светлое будущее для всех Теперь мы можем не бояться за безопасность наших детей Наших любимых, прекрасных детей Ого! Я что, в космосе? Это потому, что Рой не забывает и о настоящем Прямо сейчас мы создаем спутники Чтобы обеспечить весь мир бесплатным интернетом И нам нужна помощь каждого В роли строителя, инженера или трудового надзирателя Дорогой, а разве Рой не околофашистская организация Которая пытается навязать нам ложные идеалы Через довольно очевидную пропаганду? Что? Что вы делаете? Прекратите! Это не по сценарию! А-а-а-а! Хе, мама глупая Верно, милая Присоединяйся к Рою Нам важна каждая пчелка Офигеть! И четвертую стену сломали! Великолепно, Биржан! Я хотел садить с дочкой Но теперь уверен, что вид билет На сегодняшнюю казнь должен достаться тебе Поздравляю! Казнь? Полковника из стаю поймали? Нет, казнят того граффитиста, который косит под Бэнкси. Причина приезда в Аргентину? Путешествия, туризм, поиски себя. Я смотрю, за последние три месяца вы много где искали. Да, это был непростой путь. Так и зачем именно вы ищите этого грязного немецкого профессора Штольца? Естественно, чтобы убить. Правильный ответ. Наш милосердный бог любит такое. Тут три Штольца подходящего возраста, за которыми мы следили. Спасибо. Не надо спасибо. Напротив нас фалафельная моего сына. Купи там всё самое дорогое. Я ищу Штольца, хозяина лавки. Я мистер Штольц. Чего хотите поценить? Что? То есть вы бывший немецкий учёный? Да-да, хватит ласизм. Я Штольц, да, что чинить? Говори правду. Я, я, я убил Штольц. Никто не довеляет китайцам в плане электроники. Мне пришлось, чтобы кормить всех моих двоих детей. А у тебя есть фото того Штольца? Да-да, конечно, вот. Чёрт, это не тот Штольц. Говорят, что некий мистер Штольц часто бывает в вашем клубе. Я понял. Вот. Мммм, еврейские фалафели. Мммм, тебе повезло, Рус. Мистер Штольц как раз сейчас выйдет. Встречайте, любимец публики, бывший учёный, манящий Штольц. Штольц! Мы любим Штольц! Покажи свой красивый белый лицо. Блин, это не тот Штольц. За 200 дирхам и остат тем, кто ты захочешь, мальчик. Остался последний. Это должен быть он. Я журналист из газеты «Наука сегодня». Хотел взять интервью гениального профессора Рудольфа Больца. Вы его знаете? Гениального профессора Больца? Но немного слышал. Казнь, которую мы заслужили вместе с тобой. Ой, какой ангельский голос. Доча, помахай в камеру. Надо было ехать в Алматы. Ещё раз поаплодируем ученикам гимназии номер 14. Слава Рою! Алиптина, а что это у вас за огонёк в глазах? Тот же, что сожжёт нашего заключённого. Поприветствуем же его! Уф, еле успел. Я ничего не пропустил? Нет, только девочка пела. Чёрт, чёрт! Обожаю детей! Надеюсь, хотя бы казнь будет прикольная. Думаешь, он блондин? Ого, на Рой Бетти коэффициент 4,5, что блондин. Закину соточку. За призывы к свержению действующего режима, очерняющие Рой граффити и использование ВПН вы приговариваетесь к смертной казни. Вам есть что сказать? Я всё сказал в своих работах. Право ваше. Последняя воля заключённого была остаться в маске. Согласен. Ведь он мог попробовать новый сырок от спонсора сегодняшней казни П.У. Алексеев. Лакомство, воплощённое в мечте. Эти горелки обродят ваше тело в прах, который будет использоваться для удобрения городских клумб. На костях врагов... Построим новое счастливое будущее! Просим прощения, у нас небольшие технические неполадки. Сырки П.У. Алексеев. Воу! Это было реально круто! Друзья, не бойтесь. Мы просто хотим сказать, что режим Роя скоро будет свергнут. Сопротивляйтесь. Скоро эта неоправданная жестокость закончится и... Подкрепление! Я их всех уничтожу! И так! А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха! Ну всё! А ну, потяни меня! Это приказ! О-о-о-о! О-о-о, хорошо! Это знак! Нужно уходить! Клишня! Заводи мотор! Да, я просто ставил, что казнь сорвется. Коэффициент 9,2. Офигеть. Так, из какой вы говорите газеты? Наука сегодня. Полет в Аргентину стоит немало. Неужели ваша газетенка располагает таким бюджетом? Или все дело в том, что нет никакой газеты? А, я... Ой, видели бы вы свое лицо. Это же пистолет-зажигалка. Фух. Я же их коллекционирую и говорю об этом в каждом интервью. Странно, что вы не в курсе. Когда в тебе целятся из пистолета, о таком забываешь. Ладно, что вы хотели знать о моих исследованиях? Ну, для начала... Стойте. Господи, видимо, один из соседских псов запрыгнул в окно. Только не шевелитесь. Он их дрессирует. Кусать в промежность. Зачем вообще так дрессировать? Не знаю. А зачем люди покупают пижо? Черт, почему я не коллекционирую настоящие пистолеты? О, нет! Ой, Виктор, как вы могли на это купиться? Я же обожаю мастифов. В каждом интервью об этом говорю. Фух. Думаю, у вас и чувство юмора. Хм, как-то странно. Все прошло точно по моему гениальному плану. Все получилось, Пауль. Твоя работа не потребуется. О, земля круглая. Прививки, заговор правительства, вегетарианство. Это нормально! Нужно менять убегаща. Патрули подобрались вплотную. Какие новости? Я запустила хэштег «Сопротивление, это круто». В Твиттере нормально идет, а в Инсте пока конверсия слабая. Чем бы ты ни занималась, ты молодец. А как наш художник? Ни слова не проронил, как мы приехали. Но это нормально, если тебя пытались спалить перед целой толпой. Еще это его маска. Да это просто его фишка. А моя фишка – взрывать головы нежданным гостям. Да расслабься, я тебя узнал, Шингус. А ты как нас нашел, Кудрявый? Да я просто следовал за такси Иракля от заброшенного детского сада. Да, я знал, что он следит. В любом случае, явка точно раскрыта. Войцы, вы будете мне помогать или нет? Полковник, может, таблеточку? Лучше парочку. Мы тут партизаним как можем, но нам не хватает людей и ресурсов. В отличие от взрывчатки, ее завались. Есть у меня одна идейка. Мы не будем взрывать вокзал. Отвергай и предлагай. Нам нужен прорыв. Или взрыв. Ну, есть одна фабрика, на которой много людей работают не по своей воле. Ха, фабрика Роя. Там охранников что чертей. Там охрана только снаружи. Внутри ее практически нет. Плюс, если запустить охранные протоколы, здание консервируется. И попасть внутрь будет практически невозможно. Что? Я там типа креативщик. И довольно эффективный. То есть ты можешь провести нас внутрь. Идея дерзкая. Как пиво на завтрак. Мне нравится. Тут бы пригодился Максим. Пулемет или журнал? Так, у меня куча дел, связанных со взрывчаткой. Че это с ним? Короче, тема такая. Полковник хотел побыстрее прорываться в город, а Макс найти одного ученого. Ну и слово за слово... Они подрались, и полковник сломал ему палец. Ух, нифига. И где он сейчас? Думаю, кайфует где-нибудь. Что вы хотите со мной сделать? Скажи, Виктор, ты же учился на журфаке. Наверное, много читал. Знаешь немецкие сказки? Про Гензеля Гретель, Габельского Красолова. Да. И что их объединяет? Маленькие глупые дети сначала попадают в ловушку к злодеям, а потом убивают их и выбираются. Ха, так вот у нас в Германии вторую часть не рассказывают. Потому что так лживые детки ничему не научатся. Я понял, простите, я не журналист, просто... Я знаю, кто ты, Максим. Мы с Петренко наблюдали за тобой с самого детства. Странно только то, что человек с такими способностями к трансформации решил провести меня, отрастив усики детственника и надев дебильные очки. Вот, так-то лучше. Спасибо, конечно. А мои способности? Я... Я частично утратил их во время одного неприятного случая в лагере. Значит, сильный стресс, связанный с утратой друга, плюс удушение, частично блокировали твои способности. Это нужно будет изучить... Изнутри. Подождите, профессор. Всю жизнь я и подобные мне жили в неведении. Что же с нами реально случилось ту ночь в детском саду? И раз уж я скоро умру, а вы тот гений, который все это придумал, расскажите правду. Ха, классическая уловка. Ой, никогда не понимал, почему на нее ведутся злодеи. Ладно, я понял. Так неинтересно. Тем более, зачем я принес аппарат для наркоза, если собрался резать на живую? Фух. Не обольщайся. Рассказ недолгий. В 1995 году я и мой коллега профессор Петренко объединили свои знания, чтобы открыть миру совершенно уникальный эффект, вызывающий удивительные спонтанные мутации в человеческих клетках. Естественно, нашим эффектом сразу заинтересовалась оборонка. Военные дали нам оборудование и быстро нашли первую группу добровольцев, из которой хотели сделать суперсолдат. План был такой. Поймать очередную вспышку на солнце и с помощью военного спутника сконцентрировать эту энергию так, чтобы реализовать эффект Петренко-Штольца. Но из-за ограниченного времени и отсутствия сна, Петренко перепутал координаты. Что я наделал? Луч попал в какой-то город. Не переживай, я тебя прикрою. Да и не факт, что все так страшно. В принципе, все. Хотя нет. Кое-что я все же забыл. На самом деле, Петренко ничего не путал. Я знал, что наш эффект лучше всего покажет себя именно на детских организмах. Ну, естественно, военные и правительство не дали бы делать на них опыты. Глупые правила. Поэтому утром того дня я изменил координаты облучения. Получается, это все были... Получается, тебе пора спать, мой друг. А мне пора провести еще один запрещенный Шеневой эксперимент. Эй, Себастьян, мы внутри. Вас понял, Мулан. Эй, это уже расизм. Конец связи. Эх, дружище, жаль, что мы так расстаемся. Надо было оформить каско. Ну вот, когда ты уже знаешь правду и почти в отключке, надеюсь, пила не станет для тебя большим стрессом. Что? Почему? Как тебе такое, старый Додик? Ого, силы вернулись? Счастливо оставаться, профессор Додик. Наконец-то что-то интересное. Защита умного дома активирована. Все входы закрыты. А знаете, можете считать меня Додиком, но что-то в этом есть. Работать рядом с друзьями. Так, смена окончена. Бунт? Ну это тоже круто! Натренировалась на спутниках. Поэтому я тебя и полюбил. Ну и буфера. Что за... да что за фигня? Это называется знаменитое немецкое гостеприимство. А-а-а! Да что я вам сделал? За что? Я тебя создал. А знаешь, как тяжело видеть, когда твое создание так бездарно тратит свой потенциал. Ха! Хммммм! Как всегда прячешься. Как ты прятал свои невероятные силы за пустяковой детской травмой. Где же ты, слабак? Поздравляю! Вы все записаны в сопротивление. Времена сейчас тяжелые. Но скоро они закончатся. У вас есть уникальная возможность этому поспособствовать. Погодите! И все? А как же остальные? Сложно найти работу, когда у тебя клюв. А тут мы все пристроены. Да! А у тебя какая мутация? Шесть пальцев! Ха! Сопротивление! Почему каждый пытается нас напрячь? Неужели нельзя жить спокойно и зарабатывать честным грабежом? Вообще, Рой неплохо платит. А когда мы закончим проект, нас отпустят. Вы что, не понимаете? Ваши способности просто используют. Так и вы собираетесь сделать то же самое? Короче, кому надоело быть рабами, за мной. А остальные... Посмотрим, как вы запоете, когда ваш уютный мирок разрушится. Нет, серьезно. Скоро тут все разрушится, потому что у нас там полно взрывчатки. Я бы на вашем месте паниковал. И это все, до чего ты додумался? Нож? Пауль! Стив! И что ты теперь сделаешь один? А-а-а-а! Черт! Я не один! Пауль! Пауль! А где нарушители? Скоро! Скоро! Нет! Скоро! Скоро! Ха! Неплохо, Максим. Но ты же мог просто превратиться в кого-то сильного и проломить эту стену! Ты не достойный этих сил! Спасибо за идейку! Вот эта машинка мне по духу! Лёва, вы придумали, что типа собираетесь взорвать здание? Толпа отвлекла ройщиков! А, да! А теперь пробьем козырного... А теперь пробьем козырного! Ужалили в самый улик! Ну, приветики! Я вернулся! Ко мне вернулись силы! А самое главное, что я нашел то, чем мы победим рой! Это вам что, бункер или проходной двор? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ОДРОООДИСМЕНТЫ Продолжение следует...